Вы вероятно слышали о том, что такое Tor и Tor Browser. В этом видеоролике мы объясним, как работает сеть Tor на базовом уровне. Вы на канале Cryptinside, и мы начинаем. Tor расшифровывается как The Onion Router – луковичная маршрутизация. Что такое Tor? Tor – это инструмент для анонимности, используемый людьми, стремящимся к приватности и анонимности своих действий в интернете. Для начала давайте разберемся в том, как взаимодействует обычный пользователь с интернетом. Каждый раз, когда вы пользуетесь интернетом, все, что вы делаете, выдает ваш IP-адрес. IP-адрес – это последовательность чисел, которая идентифицирует ваш девайс в сети интернет. Каждое устройство, которое подключается к интернету, имеет свой IP-адрес. Благодаря IP-адресам различные узлы в сети могут взаимодействовать между собой. Когда вы заходите на какой-либо веб-сайт, ваш компьютер отправляет определенный пакет информации на сервер этого веб-сайта. Пакет отправленной информации также содержит IP-адрес вашего устройства для того, чтобы веб-сайт смог отправить определенный пакет информации обратно на ваш компьютер, и вы смогли увидеть веб-страницу. Из-за того, как работает интернет, ваш IP-адрес может быть использован для того, чтобы определить ваше местоположение и связать все ваши действия в интернете с вашей личностью. И постепенно подходим к сети Tor. Проще говоря, Tor скрывает ваш реальный IP-адрес и заменяет его другим. Меняется также информация и о вашем местоположении. Но Tor – это не просто программное обеспечение, которое запускается только на вашем компьютере. Tor – это огромная сеть, состоящая из тысячи компьютеров, распределенных по всему миру, которые используют одинаковое программное обеспечение и подключены друг к другу. Некоторые из этих компьютеров являются узлами Tor, которые обеспечивают передачу информации внутри сети. Когда вы запускаете Tor, программное обеспечение сначала закачивает список всех узлов в сети. Затем Tor выбирает путь, через который будет передаваться информация. Этот путь по умолчанию состоит из трех узлов. У каждого из узлов есть своя роль. Давайте рассмотрим пример. Вы, используя сеть Tor, заходите на какой-то веб-сайт. Запрос к веб-сайту должен пройти через три узла. Первый узел – входной, или же сторожевой узел, который является точкой входа в сеть Tor. Входные узлы обычно выбираются из тех, что работают достаточно долго и имеют высокую пропускную способность. Далее пакет информации передается на следующий узел – промежуточный. Далее пакет передается на последний – выходной узел. Выходной узел – это точка выхода из сети Tor. От этого узла пакет информации отправляется в пункт назначения, выбранный клиентом. В данном случае веб-сайт получает пакет информации, содержащий IP-адрес выходного узла, а не вашего компьютера. Назревает вопрос – как клиент может быть уверен в том, что его информация не будет открыта и прочитана каким-либо узлом? Сеть Tor построена таким образом, что отправленная клиентом информация шифруется, и узлы, которые эту информацию передают, не могут ее просмотреть. Информация шифруется на компьютере клиента таким образом, чтобы в конечном итоге ее мог расшифровать только выходной узел. Процесс шифрования исходных данных состоит из следующих этапов. Клиент шифрует данные так, чтобы их мог расшифровать только выходной узел. Эти данные затем снова шифруются так, чтобы их мог расшифровать только промежуточный узел. Потом эти данные опять шифруются так, чтобы их мог расшифровать только сторожевой узел. Получается, что исходные данные обернулись в слои шифрования, подобно структуре луковицы. В результате, при передаче информации через сеть Tor, у каждого узла есть только та информация, которая нужна ему, откуда пришли зашифрованные данные и куда их надо отправлять. Такое шифрование полезно всем. Трафик клиента не открыт, а узлы не отвечают за содержимое передаваемых данных. Важное замечание. Выходные узлы могут увидеть исходные данные, поскольку им надо отправлять их в пункты назначения. Но это возможно лишь в том случае, если информация была передана по незащищенным протоколам, таким как HTTP, FTP или SMTP. Если информация передается по защищенному протоколу, например HTTPS, то даже выходной узел не сможет увидеть исходные данные, которые вы отправили, так как они будут зашифрованы. Для того, чтобы исходящий трафик всегда передавался по HTTPS протоколу, рекомендуем установить вам расширение для браузера HTTPS Everywhere. Это расширение автоматически использует HTTPS протокол для передачи данных и блокирует незашифрованные запросы. Даже если выходной узел принадлежит злоумышленнику, который хочет перехватить вашу информацию, он сможет это сделать лишь в том случае, если вы использовали незащищенные протоколы для передачи информации, а остальные узлы и так не смогут посмотреть исходные данные, так как они зашифрованы. Передача данных через сеть Tor может быть использована не только в браузере, но также и в различных программах, чатах, криптовалютных кошельках или же в целой операционной системе Tails, где любой исходящий трафик направляется через Tor по умолчанию. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, а также подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ссылка на который есть в описании.